Здравствуйте, уважаемые гости компании Кудерлайн приветствуют вас на нашей сегодняшней встрече. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Мы выкладываем записи вебинаров на наш сайт, вы можете вернуться к записи в любое удобное время и найти, естественно, другую информацию. Приглашаем вас задавать вопросы, мы сможем ответить на них более предметно, чем в течение нашей встречи. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара, это работа с зубом, то есть начальные первые шаги, как запустить программу, как начать не работать. Мы поговорим сегодня про настройки, которые необходимо сделать, как организовать работу с самой конфигурацией. Ну и, соответственно, поговорим про первоначальные справочники, их заполнение, активизацию функциональных опций и так далее. Как будет построена наша программа, наша сегодняшняя встреча, вернее. Я буду показывать в основном на демо-версии. Буду переключаться на нее таким образом и показывать, рассказывать вам про необходимые действия и что они вызовут, то есть какие последствия наших шагов. И мы будем переключаться на наши слайды. Я в основном буду показывать на слайдах только основные этапы, то есть что нам надо, какие разделы посмотреть. И, соответственно, буду объяснять уже на живом примере, как это работает и для чего это сделано. Итак, собственно говоря, начнем мы с отпечки, то есть что делать, когда вы только увидели эту программу, то есть как ее заставить работать и что нам необходимо для этого сделать. Начнем мы вот с такого слайдика, то есть этот слайдик показывает, как нам начать настройку программы и задать ей основные параметры. Переключаемся с вами на демо-базу. Итак, у нас перед глазами вот такое меню. Сейчас у меня настроен интерфейс такси. Сейчас мы поговорим про то, как этого добиться. То есть вот эта пиктограммка, по которой мы обычно смотрим, какой релиз в нашей конфигурации. В этом случае мы выбираем с вами сведения о программе. В этом случае мы видим информацию про платформу и про саму конфигурацию, в которой мы с вами работаем. На первых шагах, когда мы только с вами стали, начинаем работать с конфигурацией. Сейчас я это закрою, чтобы она нам мешалась. Нас будет интересовать вот такой момент. Значит, мы выбираем меню настройки и в этом случае мы переходим в панель настроек нашей программы. И начнем мы с параметров. То есть когда мы переходим в меню параметры, у нас с вами видите внешний вид программы. То есть у меня сейчас выбранный такси рекомендуется по умолчанию. И, соответственно, в этом случае панели разделов у меня сбоку располагаются. Но я могу выбрать их, допустим, если вы работали раньше в двойке, более привычный формат. То есть, например, проставить вот сюда отметку в форму в закладках. И тогда у меня будет вот это меню отражаться сверху. Ну и, соответственно, просто по-другому будет скомпонована работа с функциями. И если вы достаточно уверенно себя чувствуете, то, соответственно, можно включить вот здесь режим технического специалиста. И в этом случае вы будете уже видеть более широкую информацию. Но если вы начинаете с того, что вы еще не знакомы с этой конфигурацией, то, конечно, такую отметку ставить не стоит. Мы с вами выбираем такси. И обратите внимание, то есть отладка в текущем сеансе, в этом случае у меня варианты выбора вот такие. И отладка при перезапуске, то есть для того, чтобы какие-то функции, настройки, которые вы выполнили, нужно будет перезагружать программу. После того, как мы выполнили вот такой переход, то есть мы задали внешний вид нашей программы, у нас с вами есть возможность из нескольких, так сказать, мест обитания запустить нужный нам режим. То есть начинаем мы с самого конца. Раздел самообслуживания задает, в общем-то, наши конкретные настройки, больше организационные. И мы их сегодня не будем рассматривать. Нас интересует раздел администрирования. И вот в разделе администрирования нам нужно, ну, во-первых, настроить саму программу. В этом случае мы выбираем вот такой пункт меню, общие настройки. И здесь у нас есть информация, ну, скажем так, более общего характера и несколько моментов, которые нам надо обязательно посмотреть. Ну, первый заголовок программы. Здесь мы вводим текст. Этот текст мы будем видеть вот здесь. То есть это как будет отражаться наша программа. Ну, в принципе, если вы будете ввести в нескольких базах, несколько баз, то это имеет смысл. Если у вас будет один-единственный инцидент, то, конечно, можно просто как вот моя домобаза так обозначить. Публикация информационной базы и дополнительные реквизиты и сведения – это то, что можно заполнить в последнюю очередь. Поэтому я пока их закрываю. А вот контактная информация. Вот здесь нам нужно посмотреть внимательно, что нам может пригодиться, а что не может пригодиться при первоначальной настройке. То есть контактная информация – это сведения, которые мы будем с вами видеть вот в таких справочниках. И, соответственно, здесь мы указываем ту информацию, которая нам нужна. То есть, естественно, личные данные кандидатов и так далее – это важно. Маска телефонного номера нам тоже потребуется. То есть мы задаем маску телефонного номера и остальную информацию. Но это, скажем так, момент больше организационный. Мы можем отсюда сейчас уйти, потому что вернуться сюда мы можем в любой момент. Так же, как и в дополнительные реквизиты и сохранять или не сохранять историю изменений. Если мы проставляем здесь чекбокс, отмечаем, то есть ставим зеленую красивую галочку, то нам будет доступна такая информация. И то же самое – поиск данных. То есть если мы с вами ищем какую-то информацию в системе, то по каким параметрам. Это тоже настраиваем показатели. А вот электронная подпись и шифрование и удаление помеченных объектов – это те разделы, куда стоит заглянуть и посмотреть внимательно. При настройке зуб, собственно, основная задача человека, который с ним будет работать – это читать, ставить отметки, что мы принимаем, например, такие изменения, и, соответственно, потом их использовать. Как вы видите, под каждым практически пунктом, где надо поставить чекбокс, дается пояснение, ну, то есть, что это и для чего это. На самом деле электронная подпись, как вы видите, есть комментарий, и если мы проставляем здесь флажок, у нас становится доступна для редактирования и другая информация. И, собственно говоря, вы можете посмотреть, почитать и выбрать то, что вам нужно. Электронная подпись нужна в случае, если вы отправляете какую-то информацию из самой конфигурации, например, в Объединенный социальный фонд России и в какие-то другие фискальные органы, то в этом случае нам нужно проставить все, что касается вашей конкретной ситуации. А вот удаление помеченных объектов – здесь есть одна хитрость, которую тоже надо учитывать. То есть удаление у нас по умолчанию происходит в два этапа. То есть мы помечаем какие-то объекты, документы на удаление. И после этого уже можем посмотреть объекты, которые помечены на удаление. Может, мы что-то погорячились и пометили на удаление очень нужное, но перерывать. Но, тем не менее, сразу удаление не происходит. А вот этот вот флажок, то есть автоматически удалять помеченный, с ним надо быть очень аккуратным, потому что в этом случае удаление произойдет без вашего участия и, соответственно, могут быть с этим сложности. Сейчас мы закроем эти настройки. На самом деле у нас есть возможность устанавливать некоторые настройки, как я вам уже показала, через вот эту пиктограмму. Вот через эту пиктограмму мы с вами тоже можем зайти и посмотреть. Здесь тоже есть нужная информация, которая вам может пригодиться. И можем использовать меню «Главное», где, в общем-то, собраны тоже основные настройки. Обратите внимание, что при первоначальных настройках, при первоначальном активировании программы, нас будут интересовать в первую очередь разделы, которые выделены жирным шрифтом. То есть, например, работа с кадрами. Сейчас мы с вами видим пользовательский режим, то есть то, как вы будете видеть, этот раздел уже при работе в программе. Ну, а, соответственно, настройки мы будем делать в другом разделе. Но, тем не менее, чтобы вы знали, где потом пойти посмотреть, мы можем использовать раздел «Главное». На самом деле, мы начнем нашу экскурсию с раздела «Администрирование». Как вы видите, здесь у нас есть несколько разделов. То есть, при первоначальной настройке ЗУПа необходимо пройти по всем разделам, которые вы здесь видите, и по разделам «Настройка». То есть, в разделе «Настройка» нас будут интересовать все вот эти пункты, ну и, естественно, пункт «Предприятие». Первоначально мы с вами идем в пункт «Меню обслуживания». И здесь у нас тоже есть несколько объектов, которым нужно уделить немножко внимания. Отчеты обработки – это, в общем-то, техническая функция. Это отчеты администратора, которые позволяют анализировать, как работают пользователи, собственно, кто чем занимался, кто создавал какие-то справочники, кто, ну, в общем, кто что делал, кто плевал с патологией, кто работал как пчелка. Здесь у нас есть возможность и контроль журнала регистрации посмотреть, и контроль ведения учета, ну, то есть практически всю подноготную, что у нас происходило в течение рабочего дня. И есть универсальный отчет, который мы можем потом настроить с тем, чтобы выводить какие-то часто использующиеся сведения. А еще у нас есть активные пользователи, то есть мы здесь можем выбрать несколько пользователей, по которым нам будет показана вся их работа. То есть здесь, если мы кого-то выбираем, то будет видно, когда, что и для чего человек делал. Раздел регламентных операций, в общем-то, больше информативный блок, и пока на первых порах он нам не нужен, мы можем, если что-то нас интересует, вернуться сюда немножко позже. Резервное копирование – это больше в виде несистемных администраторов, которые настраивают копирование, например, в какое-то конкретное место, или сервер, или какие-то внешние ресурсы и так далее. А вот раздел корректировка данных нам очень интересен, по какой причине. Ну, совершенно понятно, что когда человек первоначально осваивает какие-то функции, какие-то информационные блоки, то у него может возникнуть достаточно много ошибок, дубли и так далее. И здесь вот есть замечательная обработка, поиск, удаление дублей. Почему замечательная? Потому что, ну, во-первых, мы можем четко определить, где мы хотим искать дубли. То есть, например, ну, может быть, у нас в целых отчетах возникли какие-то наложения. Возможно, больничные листы и так далее. Ну, то есть, вы видите, список достаточно большой. То есть, мы выбираем место, где мы хотим найти. И дальше задаем поиск. То есть, задаем, например, все элементы или какие-то выборочные элементы. Ну, то есть, параметры отбора. После того, как программа нам находит нужные сведения, то есть, показывает несколько, например, дублей, например, в справочнике физические лица. И, например, по количеству записей показывает, сколько у каждого элемента было моментов использования. Ну, естественно, мы выбираем, например, то, что использовался чаще всего. Нажимаем на эти дубли и уже дальше работаем с этими дублями. И когда программа находит дубли, предлагает нам назначить какую-то из этих записей основной. После этого мы задаем следующий шаг, и программа нам заменяет дубли. То есть, она подставляет в документы те значения, которые мы выбрали в качестве основного. В этом случае не создается пустых ссылок, корректно выполняется замена. И, в общем-то, головной боли у нас становится в разы меньше. Это у нас располагается с вами в разделе корректировка данных и обработка поиска удаления дублей. Обновление программы, это, собственно, очень, особенно в настоящий момент, в настоящей жизни, актуально, потому что у нас очень много происходило изменений, дополнений. И в данный момент выходят дополнительные пояснения в отношении каких-то корректных, конкретных изменений. И, соответственно, когда вы начинаете готовиться к издаче отчетности, то вам нужно удостовериться, что у вас актуальный релиз, и что у вас, ну, как бы, все хорошо. В этом случае обновление программы вас уже не ставит в состояние обморока, и, соответственно, вы уже спокойно готовите всю отчетность. После того, как мы посмотрели, где что живет, то есть отметили, где у нас находится поиск удаления дублей, и проверили, что у нас с вами актуальный релиз, мы можем переходить к дальнейшей работе. Но это имеется в виду, когда мы с вами уже выполнили настройки, А сейчас мы пока не столько с вами находимся на стадии формирования сведений. Раздел общей настройки. Раздел общей настройки – это у нас с вами, мы уже посмотрели, контактная информация, дополнительные реквизиты. Ну, то есть вот вы видите на экране перечисленные сведения, которые нам нужно было заполнить. Так, администрирование, настройки пользователей и прав. То есть, соответственно, раньше это в предыдущих релизах заполнение было через конфигуратор, сейчас это заполнение происходит в пользовательском режиме, и, соответственно, мы опять же читаем, принимаем или не принимаем. И... Нет, нам это не нужно. Ну, то есть, соответственно, смотрим, что здесь нужно изменить. И вот тут надо обратить внимание на даты запрета изменений. Значит, соответственно, если вы хотите, чтобы, ну, например, закрыть для редактирования какой-то период или для всех, или выборочно, то, соответственно, когда мы проставляем здесь флажок, у нас появляется возможность провалиться по гиперссылке и здесь, соответственно, задать уже ту информацию, которая нам нужна либо для всех пользователей, либо для каких-то конкретных пользователей. То есть, если, например, у вас работает бухгалтерия несколько человек, то понятно, что вы можете закрыть редактирование для каких-то операционистов, например, или там других специалистов, ну, оставить для главного бухгалтера, для совместителя, главного бухгалтера, ну, то есть, для каких-то выборочных персонажей. Защита персональных данных. Вот здесь вот у нас с вами, ну, кроме того, что мы должны проставить здесь чекбокс, должна быть локальная документация разработана, под которую вы уже настраиваете этот блок. То есть, у вас должно быть положение о защите персональных данных, политика и так далее, ну, то есть, местные и локальные документы, которые обосновывают то, что вы здесь отметите. Так, это мы пока тоже закрыли. И снова возвращаемся в раздел «Администрирование». И дальше нас будут интересовать настройки, которые связаны с нашей организацией. То есть, для того, чтобы была возможность работать, соответственно, нужно создать юридические лица, которые будете вести в программе. Юридические лица здесь можно вести мультифирменный учет. То есть, у вас может быть несколько юридических лиц в контуре. И, соответственно, для каждого юрлица нужно будет выполнить определенные настройки. Сейчас я еще раз вернусь к нашим слайдикам. Вот здесь мы с вами уже побывали. То есть, мы посмотрели с вами настройки и меню параметров. То есть, эта настройка нам позволяет изменить интерфейс, выбрать, соответственно, тот, который нас интересует, и задать другие настройки, которые вы видели. Вот мы здесь с вами выбирали режим, какой интерфейс мы сможем смотреть. И тонкости отладки. А теперь у нас еще с вами есть меню настройка. То есть, в разделе администрирования мы задавали больше технические подробности, которые, в общем-то, важны, но недостаточно для начала работы. В меню настройка у нас немножко другая ситуация. Сейчас мы снова с вами туда перейдем. И посмотрим, вот какой момент. Значит, нас интересуют в первую очередь настройки наших юридических лиц, то есть их структура. Что я имею в виду при слове структура? То есть, если наши юридические лица, например, имеют раздельные филиалы, которые находятся в других городах, то есть обособленные подразделения, как выделены на отдельный баланс, так и не выделены на отдельный баланс. То есть, первоначально мы задаем структуру нашей организации. Снова переключаемся на демо-версию. И в меню настройка у нас с вами есть в разделе предприятия меню организации. То есть, открывается журнал наших их организаций, наших юридических лиц. У меня это юридическое лицо Крон-С, у которого есть филиалы. Значит, если мы с вами смотрим настройку самой организации, то есть, самого юридического лица, то на разделе на закладке «Главное» мы с вами задаем, в общем-то, его регистрационные данные. Обязательно обратите внимание на префикс, потому что префикс позволяет разделить документы оборот по каждому отдельному юрлицу. То есть, у вас не будет сквозной нумерации, а будет, соответственно, по каждому юрлицу собственная нумерация. В разделе «Префикс» мы можем ввести несколько букв, и есть вот такой вот вопросительный знак, который, это, в общем-то, тематическая подсказка, по которой вы можете видеть, для чего это применяется. Ну, особенно по началу, пока вы еще не очень хорошо запомнили расположение, где что находится, и, естественно, функцию каждой конкретной позиции. Очень важно заполнять все подробно, не оставлять пустых, непропущенных ячеек, потому что практически они влияют и на составление отчетности, и на отражение отчетности в регламентированных данных. То есть, например, если вы не укажете вот здесь вот нужную информацию, именно так, как надо, то у вас, например, не будет заполняться титульный лист регламентированных отчетов. Ну, то есть вам придется применять ручное редактирование. Поэтому вот в этом разделе мы обращаем внимание на то, что мы заполняем все-все-все и максимально подробно. На закладочке «Основные средства» у нас, соответственно, задаются первое территориальное условие, то есть если, например, у вас районы Крайнего Севера или приравненные к Крайнему Северу, то, соответственно, у вас должна быть надбавка за климатические условия и, например, какие-то другие льготы. И, соответственно, в этом случае мы должны будем проставить вот тут вот чекбокс, что мы применяем такую надбавку по территориальному признаку и выбираем графики работы сотрудников. То есть у нас по умолчанию заполнены некоторые сведения, но поскольку у меня демобаза, то у меня, соответственно, заполнено больше сведений, чем обычно требуется для начала работы. То есть мы задаем, например, график работы «Пятидневка» или сменные графики. То есть что в этом случае мы указываем? Я выбрал, например, «Пятидневку», и для меня это будет обозначать вот такой график. То есть, соответственно, здесь, если у меня проставлен чекбокс, автоматическое обновление по производственному календарю. Значит, у меня «Пятидневка» привязана к производственному календарю, который официально утвержден. Здесь у меня присутствуют все праздники и красные даты, которые в нашем производственном календаре присутствуют. То есть вот вы видите, у нас начало работы, вот они наши новогодние каникулы и так далее. То есть мы, соответственно, утвердили такой график работы. Если у меня присутствуют смены, то я выбираю какой-то сменный график. Настраивать сменные графики очень несложно. То есть в этом случае мы ставим, ну, смотря какой, например, два через два или два через три. Ну, в зависимости от того, как построен наш рабочий процесс. ЕНВД мы можем сейчас не учитывать, поскольку такой вид налогообложения у нас сейчас отсутствует. Значит, соответственно, пока мы остановимся на том, что у нас установлена пятидневка. Я верну сейчас ее обратно, пятидневку. И обратите внимание, когда я сейчас буду выбирать график, у меня уже будет здесь отражаться последние выбранные муные значения. Вот она, пятидневка, вернулась на родину. Адреса и телефоны – это тоже информация, которая будет отражаться во всех унифицированных документах и, естественно, в регламентированной отчетности. Поэтому вот здесь мы заполняем максимально подробно. Сведения про контакты, то есть телефон, факс, электронный адрес. Мы, соответственно, уже активировали возможность этих… Не возможность, а маску, допустим, телефона. И заполняем в соответствии с тем, что… В соответствии с вашими реалиями. А вот почтовый индекс, почтовый адрес, вот это вот надо указывать обязательно, потому что если вам придется работать, например, с элементами или с какими-то другими документами аналогичными, то есть с удержаниями, то вот здесь почтовый адрес должен отражаться в определенных видах документов. И если вы его не сдадите, оставите его как здесь, пустое поле, то, соответственно, потом придется это писать в режиме ручного редактирования. Во-первых, это затраты времени, а во-вторых, потом еще с трудом можно вспомнить, а где же это у нас было при первоначальных настройках. То же самое касается кодов, то есть коды АКВЭТ, АКОПФ, то есть все наши регистрационные данные. И вот здесь обратите внимание, что нужно в обязательном порядке указать коды ваших налоговых органов. Особенно сейчас, потому что у нас в последнее время происходила реорганизация налоговых органов, и, соответственно, у них менялись коды. Так что вот на это обратите отдельное внимание. Закладочка фонды. Вы знаете, что у нас с 1 января объединили пенсионные фонды со страх, но регистрационные номера, которые были присвоены вам, например, раньше, если предприятие было зарегистрировано до создания объединенных фондов, они, естественно, сохранились. И в этом случае должны быть указаны так же, как наименование этих фондов. Электронный документооборот. Здесь у нас есть вот такая оттенка, как заявка на подключение к 1С-отчетности. То есть 1С-отчетность – это не только пункт меню в разделе программ. Вот, например, если мы выберем отчетность справки, то у нас вот здесь раздел 1С-отчетность. То есть в этом случае это наименование раздела, но есть и сервис 1С-отчетность. То есть этот сервис позволяет напрямую обмениваться информацией с сайта науговых органов, то есть минуя операторов связей типа Астрал, СБИС, Контур и так далее. Более подробно можно прочитать по этому сервису информацию по ссылке. Ну и подключиться тоже очень несложно, потому что дальше, если мы переходим вот по этой гиперссылке, у нас пошаговая инструкция, на что нажать, что получится и, соответственно, подключиться к этому сервису. Сервис на самом деле имеет несколько особенностей. То есть если у вас, например, подписка на ИТС-ПРОФ, то одно юрлицо вы можете сдавать через этот сервис бесплатно. Если либо больше у вас юридических лиц, либо у вас подписка ИТС-ТЕХНО, то есть ИТС-ПРОФ это одно юрлицо бесплатно, ИТС-ТЕХНО это платно для всех юрлиц, но сумма достаточно дружественная, потому что, например, тут еще зависит от лицензии, ну, например, эта отчетность на одно юрлицо будет стоить порядка 4800 рублей за год, что, соответственно, если мы поделим на месяц, получится вполне себе подъемная сумма. Так, мы это сейчас выключим. Это просто была небольшая экскурсия. И, соответственно, лучше всего сразу оформить электронный документооборот и с Росстатом. Только Росстат, это мы не здесь. Здесь, видите, есть пометка, что не используется. В других конфигурациях, например, в бухгалтерии или ERP, у нас будет указан уже объединенный фонд, то есть и ФС, и, соответственно, настройки мы можем реализовать здесь. А вот дальше по закладочке учетная политика и другие настройки, вот это, в общем-то, основное, что нам следует указать про наше предприятие. То есть первое, это ответственные лица, да, записать, ответственные лица, которые в данном случае выбираются из справочников, справочник сотрудников, и, соответственно, будут подставляться во все, не во все, но во многие документы, которые касаются и начисления зарплаты, и кадровые мероприятия, ну и так далее. И, соответственно, указать, с какого момента эта информация действительно. То есть, если, например, у вас поменялся главный бухгалтер, то вы задаете информацию, меняете здесь сотрудника и ставите, с какого числа действует это изменение. Полномочия – это тоже информация, которая, в принципе, больше организационный характер, то есть вы указываете должность, например, генеральный директор, если у нас есть генеральный директор, то, значит, могут быть и другие директора, то есть финансовый, коммерческий, по юридическим вопросам и так далее. И доходим до самого интересного, то есть до учетной политики. Учетная политика у нас тоже имеет несколько закладочек, и сейчас мы с вами должны заполнить основное, то есть, ну, во-первых, вид тарифа, который применяете, соответственно, указываем даты, то есть с какого момента он применяется, и дальше проставляем чекбоксы, то есть как только мы проставляем нужный чекбокс, у нас активируется дополнительная информация, которую мы должны будем заполнить. Но если вот в моем случае у меня нет таких сотрудников, то, естественно, я эти поля оставляю пустыми. И еще у нас здесь несчастное страхование, то есть ставка взносов ФСС и ФСС, несчастное страхование и профзаболевание. То есть это вы ставите в соответствии с вашим тарифом, который утвержден индивидуально для каждого предпринимателя, и, соответственно, вы подаете подтверждение вида деятельности ежегодно для того, чтобы подтвердить правомерность применения вот этой ставки. Закладочка NDFL. Вот здесь, опять же, внимательно читаем то, что нам подходит, проставляем чекбоксы, и, соответственно, читаем внимательно, не пропускаем ничего. Значит, применение стандартных вычетов. Выбираем то, что нам требуется. НДФЛ с ованса. Не от начисления, а выплаты. То есть учтите эту информацию, что у нас сейчас НДФЛ начисляется в момент выплаты. Раньше было в момент начисления заработной платы, то есть, соответственно, по концу месяца. Сейчас по факту выплаты. То есть вы выбираете то, что вам здесь подходит. Ну и, естественно, период карантина 2020 нам уже здесь заполнить не надо, потому что это информация, которая уже архивная. Пособия ФСС. Соответственно, автоматически создавать при наличии леска нетрудоспособности, поскольку все лески нетрудоспособности у нас сейчас ведутся в электронном формате, то вот этот чекбокс мы сразу ставим. И закладочка расчет заработной платы. Ну, соответственно, вы задаете параметры, которые у нас установлены законодательством, то есть с какого момента у нас считается ночное время, с какого момента мы применяем вечернее время или обычное. И если у нас используется обособленная территория, то мы здесь тоже проставляем флажок. После того, как мы эту информацию заполнили с вами, мы переходим дальше. То есть видите, у нас есть гиперссылки на каждый раздел, и мы должны эти разделы все внимательно просмотреть и заполнить всю информацию. Вот здесь небольшая оговорка, так сказать, экскурс в сторону, что зуба одна из самых трудоемких для запуска конфигурации. Ну, то есть более трудоемкие, это, пожалуй, только ERP, поскольку там под одной крышей живут и бухгалтерия, и склад, и зарплата, и кадры, и производственный учет. Значит, соответственно, мы просматриваем остальные, сведения, остальные ссылки, и заполняем или изменяем по ним информацию. Вот особенно уделите внимание ссылке бухучет и выплата зарплаты. То есть здесь задаются параметры по выплате зарплаты и по бухгалтерскому учету. То есть у нас с вами может быть учет заработной платы, которая относится и на 20-й счет, то есть производственные работники, и, допустим, если это торговые работники, 44-й счет, ну, то есть информация указывается та, которая вам подходит. Ну, допустим, я могу создать группу, написать, что это производственные работники, и задать нужную информацию. Так, а вот следующий пункт. Обратите на него внимание, потому что он достаточно долгое время, многие предприятия на него не обращали особого внимания, в основном даже если это женские коллективы, то понятно, что не стоит рисков. Но сейчас этому разделу уделяется особое внимание, и мы должны перейти по этой ссылке и, собственно, заполнить дату, то есть какой год, и добавить, если эта информация уже устарела. То есть сейчас, во-первых, изменены сроки работы с отчетностью для военкоматов, а во-вторых, изменены штрафы, и штрафы сейчас очень серьезные, то есть до 80 тысяч могут доходить штрафы за непредоставление воинской отчетности по военкоматам или за несообщение о постановке на учет или о выбытии, ну, то есть несообщение информации при проведении кадровых мероприятий. И, в общем-то, здесь уже предусмотрена не только финансовая ответственность, но может быть применена и уголовная ответственность. Поэтому необходимо сюда обязательно зайти и заполнить информацию, ее не так уж много, то есть здесь всего-навсего нужно заполнить год. И дальше, то есть я эту строчку удалю, и дальше вот эти два документа проверить, чтобы были ваши организации. То есть, видите, автоматически заполняется приказ, но поскольку я халтурила и при заполнении сведения не указывала некоторую информацию, то, видите, у меня здесь начальнику кадров, мне придется в режиме ручного редактирования заполнить нужные сведения. Ручное редактирование у нас с вами, в принципе, это не такой уж страшный зверь, и запустить его можно вот по такой пиктограммке. Сейчас я подвину чуть-чуть эту нашу линейку. Вот. То есть вот эта пиктограммка запускает у нас режим ручного редактирования, но при этом нужно помнить, что вот эта кнопочка включает, включает, в общем-то, как у Золушки режим, что в 12 часов карета станет тыквой. То есть пока мы видим на экране печатную форму, мы здесь можем отредактировать информацию, что-то добавить, что-то наоборот убрать. Но после того, как мы закроем этот отредактированный режим, наши поправки не сохранятся. Вот это можно обязательно помнить. То есть все снова придет к вот такому первоначальному штатному формату. То есть вот этот документ, это, в общем-то, приказ о начале ведения воинского учета вашей организации. Дополнительно вы создаете документ «План работы по воинскому учету». Здесь у нас уже, как вы видите, в шапке необходимо, чтобы было утверждено руководителем вашей организации и, соответственно, военным комиссариатом. То есть здесь у вас должен быть штамп о наличии регистрации в военкомате. Дальше табличная часть. Вы, соответственно, отмечаете, когда и что вы должны делать. То есть после того, как вы проверили, что, допустим, в отделе кадров у вас имеется первичка, то есть имеются бумажные варианты вот этих документов, вы можете со смелым, с чистым сердцем говорить, что, да, воинский учет у нас ведется, у нас все в порядке, и мы белые пушистые. И медицинское страхование. Это мы сейчас закроем. Да, мы все сохранили. И медицинское страхование, соответственно, работа со страховщиками. Возможно, у вас используется труд каких-то сотрудников, которые относятся к разделу особо опасных или еще какие-то имеют другие параметры, когда или вы в добровольном порядке страхуете своих сотрудников. Ну, то есть в этом случае вы тоже открываете, читаете и выбираете то, что нужно для вашей конкретной организации. Это мы с вами запомнили организацию Крон-Ц. То есть это моя головная организация. Мы с вами снова сейчас вернемся на закладочку «Главное». И обратите внимание, вот здесь вот у меня стоит флажок, что у организации есть филиалы, то есть обособлены подразделения. И теперь возвращаемся снова в журнал моих юридических лиц. И у меня есть филиал моей организации в городе Волгоград и в городе Калининград. Вот если я перехожу в другое юрлицо, то видите, у меня здесь стоит отмечка, что это филиал обособленное подразделение. И вот в этом окне у меня автоматом подставляется та компания, которая является главной организацией. Ну, естественно, я в случае чего могу, если я ошибаюсь, то, естественно, я это должна поменять. Точно так же, как и при работе с главной организацией, я использую все закладочки, то есть проверяю. Ну, Волгоград у нас не относится ни к раннему северу, ни к каким другим экзотическим местам. Поэтому я, собственно говоря, проверяю то же самое, что и в главной организации. Заполняю все адреса и фактически, и почтовые, еще раз напоминаю. Ну, указываю все контактные данные, которые есть. Коды в моем случае будут такие же, как у главной организации. А вот фонды, ну, соответственно, то, что у вас в реалии используются. И, соответственно, прохожу, проверяю, чтобы у меня не остались незаполненные данные. То же самое я делаю с юридическим лицом Кронпринце филиала в городе Калининграде. То есть, видите, абсолютно то же самое. Но здесь я накосячила, я не заполнила ОГРН. И вот теперь у меня будут по сложности с проведением этого документа. Потому что это поле, как вы видите, имеет вот такое красное, пунктирное подчеркивание. Это значит, что данное поле обязательно для заполнения. И если я теперь вот пробую, например, записать и закрыть мне программу, это даст, но ругаться будет, потому что у меня в других местах, где указания ОГРН обязательно будет, соответственно, предупреждение, что стоп, вы были невнимательны. Если я создаю документы, в которых есть такое поле с красным подчеркиванием, то есть я создала какой-то документ, и у меня, например, в этом документе такое поле есть, я пытаюсь его провести, и вот тут программа мне будет ругаться и говорит, что извините, так у нас не получится. После того, как мы задали сведения о нашей организации, то есть вот я снова возвращаюсь в меню настройка, мы заполняем дальше сведения про подразделения, про должности, но у нас есть вот такой блок пунктов, которые выделены жирным текстом. Что это такое, насколько срочно к ним надо обращаться, или можно делать какие-то другие настройки. Значит, обратите внимание, это тоже пункты, которые требуют очень внимательного, вдумчивого чтения. То есть здесь вы читаете все, проставляете конкретные флажки, и, соответственно, после того, как вы закончили редактирование этого раздела, у нас есть возможность перейти дальше. Сейчас я закрою то, что мы уже с вами посмотрели. Так, это нам уже не нужно. И снова переходим в настройки. Расчет заработной платы. То есть вы, соответственно, отмечаете все, что касается конкретно ваших ситуаций. То есть присутствуют ли у вас льготники, все подробности. Дальше мы переходим к кадровому учету. Вот здесь тоже очень важно внимательно и вдумчиво читать все, что вы отметили. Здесь, в общем-то, можно ориентироваться таким способом. Если вы сомневаетесь, если вы, допустим, в последнем периоде не видели таких изменений, таких документов в вашем кадровом учете, вы можете подождать и поставить отметочку немножко позже. Но это, к сожалению, касается не всех пунктов. То есть, обратите внимание, здесь имеется штатное расписание. То есть, вот штатное расписание мы должны настроить после того, как заполнили сведения про наши организации. Потому что штатное расписание это, собственно, команда для многих и кадровых мероприятий и для контроля начислений, ну, то есть, очень для многих процессов. Соответственно, мы проваливаемся по гиперссылке и смотрим. То есть, можем мы что-то отметить или наоборот снять отметку и, соответственно, проставляем все, что касается вашего предприятия. Перенос отпусков при увольнении периодом. Здесь нужно сказать, что у ЗУПа есть несколько моментов, особенно, когда вы начинаете работать только с этой конфигурацией, которые нужно учитывать. То есть, обычно на ЗУП переходят, либо если вы купили только первый раз эту конфигурацию и у вас еще вообще нет никаких настройок и не перенесены никакие данные, либо вы, например, переходите с более ранней версии, например, ЗУП-двойка, то в этом случае у вас уже есть какие-то сведения и вы можете их перенести в ЗУП. То есть, соответственно, для этого нужно выполнить настройку переноса. Но при этом стоит учитывать вот что. Что, например, поскольку ЗУП это как конструктор, в нем можно добавить новые функции, например, новый вид расчетов или какие-то дополнительные виды премий. Но часть информации, которая переносится с более ранних релизов, у вас останется не заполненной. То есть, например, вот в списке расчетов по начислению у вас не будет присутствовать такой вид, как оклад от обратного. Вы можете его настроить, но по умолчанию его не будет. А также не будет, например, карт-счетов ваших сотрудников, которые вы использовали, например, либо в бухгалтерии, либо в предыдущей версии ЗУПа. То есть, соответственно, нужно будет заходить и заполнять все эти данные вручную. Поэтому, когда вы закончили с настройками предприятия, очень внимательно отнеситесь вот к этому блоку, то есть к блоку, который, пункты которого выделены жирным шрифтом и внимательно пройдите по всем этим параметрам. То есть, видите, я поставила грейды, хотя это, в принципе, не особо часто встречающаяся функция, но тем не менее. И дальше, когда вы видите синие такие гиперссылки, вы всегда можете по ним провалиться и почитать более внимательно и если нужно поставить соответственно чекбоксы. Еще один момент, что в программе в ЗУПе у нас реализована возможность и работы с обычным кадровым учетом и заработной платой, и работать с блоком подбор персонала. В этом случае активируются некоторые новые справочники и уже можно работать и с внешними интернет-ресурсами, например, работа, там еще какие-то, которые используют кадровики, и фиксировать результаты собеседований, результаты, так сказать, каких-то других мероприятий, но смысл в том, что вот эти пункты мы можем оставить на потом, потому что на начисление заработной платы они не влияют, а на начисление все, что влияет у нас, это два пункта администрирования и настройка. Если я, например, что-то здесь настроила, решила, что все, я зайка, я белая пушистая, побежала дальше, а на самом деле что-то пропустила, то у нас, кроме того, что мы можем вернуться обратно, у нас есть возможность еще кое-какие настройки уточнить в конкретном блоке, то есть, например, кадровый учет, я прихожу по кадровому учету, и у меня стоит отметка воинский учет, вот видите, я проставила чекбокс и проставила отметку, что у нас ведется учет бронирования граждан на период мобилизации на военное время. Но я не учла, что у меня, например, там мое юридическое лицо, это там, например, аэропорт. Вот в этом случае я должна буду проставить еще вот такие галочки и так далее. Но нужно помнить, что каждая галочка проставляется не просто так, что, например, вот одна вот эта галочка, это дополнительно я должна буду сдавать одну форму отчетности в воинский комиссариат, ну, соответственно, по срокам. Когда я поставила вот эту вторую галочку, то в этом случае, кроме заполнения этой информации в программу, я должна буду сдавать дополнительно еще два отчета, которые, соответственно, тоже имеют свои сроки подачи и определенные формы. Здесь нужно, как я уже сказала, раньше для воинского учета применялись другие сроки, то есть там был срок в течение двух недель после проведения кадрового мероприятия. Я должна была подать отчетность в военкомат. Сейчас эти сроки изменились. Они, правда, конечно, не такие сжатые, как по ЕФС-1, например, на следующий рабочий день после кадрового мероприятия. Но срок тоже небольшой, то есть сейчас в течение пяти дней после проведения кадрового мероприятия, например, там прием, увольнение и так далее. Поэтому есть настройки, которые вот как эти влияют на то, что я вижу этот блок и имею возможность работать за документом по воинскому учету. Ну, есть как штатное расписание, которое, в принципе, можно и отключить. В некоторых конфигурациях это не отключается, например, в ERP штатное расписание, ведение штатного расписания невозможно отключить, то есть от него нельзя отказаться. Ну, есть и такие, где отказаться от них можно. Значит, это мы смотрели с вами кадровый учет и боюсь, что мы уже много не успеем. Значит, соответственно, у нас настройка, мы с вами посмотрели, еще есть управление персоналом, то есть это, в принципе, раздел, который важен для тех, кто занимается подбором персонала и вот мы уже начали смотреть, но подробно я не буду сейчас возвращаться к каждому пункту, потому что здесь есть достаточно хороший комментарий, то есть что это такое и для чего используется. еще у нас здесь нам важно по охране труда практически лучше проставить все флажки, включая вот этот флажок, потому что на самом деле никто не знает, несчастный случай это и есть, несчастный случай может он не произойдет никогда в жизни, а может быть он произойдет сегодня-завтра. То есть, соответственно, если мы проставляем здесь флажок, то у нас практически весь функционал активирован и мы можем с этим работать. И обратите внимание вот здесь в охране труда на медицинские осмотры. То есть, если у вас производство или бизнес, который требует медицинских заключений для ваших сотрудников, естественно, это все должно стоять. И еще, что мы, скорее всего, с вами успеем сегодня посмотреть, это тоже раздел настройка, отчет по настройкам. Отчет на самом деле формируется потому, что вы уже заполнили, но если вдруг по какой-то причине мне, например, лениво лезть в меню по пунктам, то я могу получить вот такой отчет. Он формируется по умолчанию с теми настройками, как у меня здесь есть, но я могу задать дополнительные настройки, то есть, вот выбрать расширенный вариант, и в этом случае у меня будет более подробная информация отражаться о моих настройках. Но это больше, так сказать, для успокоения совести, чтобы проверить, что мы ничего не пропустили. А вот последняя настройка финансовый учет, вот здесь вот мы проставляем флажок, это нам становится доступно для редактирования переходы вот по выделенным ссылкам. в любом случае вам нужно зайти и посмотреть, что требуется и проставить соответственно нужные отметки. И еще один момент у нас здесь есть, который вот нам сегодня очень желательно бы посмотреть и разобраться. Это собственно говоря, после того, как мы заполнили все, что требовалось вот здесь, в какой последовательности нам дальше работать. То есть мы заполнили с вами сведения об организации, то есть заполнили все, что требуется по организации, по штатному расписанию, а вот теперь пункт подразделения. Пункт подразделения на самом деле очень важный, потому что позволяет, во-первых, получить достаточно много разной аналитики, а во-вторых, в общем-то, привязать к каждому подразделению свои проводки, которые будут формироваться после начисления заработной платы. Ну вот, смотрите, например, если я выбираю руководство, то есть сейчас мы видели журнал моих подразделений, ну естественно назвать я могу его как угодно, желательно так же, как у вас в оргструктуре это называется, потому что по этим записям, по наименованию, которые будут вот в этом поле, у вас сформируется запись в электронную трудовую книжку. И, соответственно, если это обособленное подразделение, ну то есть в моем случае это, например, Кром-Ц Волгоград, то в этом случае я должна поставить флажок и указать во-первых, территориальные условия, если у вас там есть какие-то коэффициенты, и с какого момента это действует. А во-вторых, вот здесь обратите внимание, регистрация в налоговом органе, то есть это информация, которая у вас будет присутствовать при составлении персонифицированной отчетности в Единый социальный фонд России, и, соответственно, в других случаях. По закладочке изменить, по ссылке изменить, вы можете заполнить другую информацию. И вот она самая главная закладочка, которая в подразделении нас интересует, это бухучет и выплата и финансовый учет. Значит, ну, во-первых, выплата, как во все организации, например, это может быть касса, это может быть зарплатный проект, может быть просто карточка сотрудника, то есть, соответственно, выбираем то, что нам подходит. и бухучет зарплаты сотрудников, который будет у нас, ну, пусть, например, вот он сентября, или, как указано для организации в целом, или указать какие-то другие правила. Ну, то есть, если у вас, например, этот сотрудник, например, как-то индивидуально получает, то есть, например, руководство, директор, и он получает в индивидуальном порядке не как для всей организации и закладочка сам по себе финансовый учет. Соответственно, с какого момента это действует и дальше выбираем то, что нам подходит. нет, мы не будем. Естественно, для производственных подразделений у нас будут другие показатели. Вообще, самый эффективный метод освоения, наверное, так сказать, можно конфигурации зуба, это установить не только базу, которая у вас будет рабочая, которую вы готовите в таком плане, но и демо-базу, потому что в этом случае вы можете всегда обратиться к демо-базе, то есть дополнительных денег при установке она стоит, не будет, то есть сведения, которые вы сможете посмотреть в демо-базе, будут достаточно информативны. так, сейчас мы с вами уходим из нашей демо-базы и снова возвращаемся на титульный лист и я хотела бы обратить еще раз внимание на наши контакты, собственно говоря, и пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем рады выполнить любые работы с семейством 1С и будем рады оказаться вам полезными. на этом моменте извините. Я прощаюсь с вами, наша встреча подошла к концу. Компания Кодерлайн желает вам хорошего дня и благодарит за время, которое вы нам уделили интерес к нашему мероприятию. Всего доброго, хорошего вам дня. Продолжение следует...